Он, он пошел, он уже, он уже на столе, он уже, он, он так быстро, даже не успел, вот это он ее в собачьи-то, блин. Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео Мамикса, называется оно «Пугаю собаку во время того, как она ворует еду со стола». Окей, отлично, будем смотреть, как кто-то пугает собаку, точнее, кто-то, Мамикс, давайте смотреть. Вот он хочет отучить ее просто воровать еду. Поглядим, поглядим. О, это что, майонез. Серьезно, уже? Там свинка внизу лежала. Даже бутерброд старит. Хлеб, вот это нормально. Моя собака? Ядовой вор. Когда вы смотрите на это через экран телевизора или компьютера, телефона, чего угодно, это может быть смешно. Но когда ты живешь вот этим существом бок о бок, это вовсе не смешно. Потому что вообще не можно наставить какую-либо еду на столе без присмотра. Он по-любому ее съест. И с этого момента я решил с этим бороться. Я решил поинтересоваться насчет этого в интернете. На самом деле, кстати, да, вот это очень сложно, если еда начинает есть еда. Если собака начинает есть твою еду, когда ты просто можешь оставить, отойти, это очень обидно. Представляете, вы приготовили макарохи с мясом, вкусненькие. Поставили хаташи на секунду в туалет. Приходите, они уже слопаны. Вам нужно снова готовить. Это мило, может быть, первый раз. И вы можете посмотреть, но когда это во второй, третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой, девятый, десятый раз, тебя начинает уже у такой слепать. Моя собака ворует деньги. Но и к ней решение, я думаю, есть. Собака ворует деньги, мощно. Есть информация на этот счет достаточно много. Открыв первый попавшийся, я сразу же нашел там информацию о том, что это можно сделать при помощи испуга собаки. На всех остальных пишется то же самое. Пугать, пугать, громкие звуки и прочее. Если собака ворует со стола и вы поймали ее в момент преступления, используйте отпугивающие звуки. Практически везде, куда бы я ни зашел, написано, что самым эффектным способом отучить собаку, это просто напугать ее во время злодеяния. Наверное, чтобы вызвать ассоциацию, то есть берут не свою еду, все, неприятный звук, ругают, обижают. Я думаю, что это необходимо для того, чтобы у собаки этот момент воровства все время запоминался с чем-то плохим. Ну да, вот то, что я говорил. То есть конкретно со страхом. Сработает это или нет, предлагаю проверить. Окей, погодим. И первое, при помощи чего я напомню, это будет рупор. Для начала я решил расставить все камеры по кухне. Взял несколько сосисок из холодильника и оставил их на столе. И после этого я специально создаю такую ситуацию, в которой Джеки увидит, что сосиски остались без пересмотра. А, то есть она, собака прям ждет, пока хозяин идет. То есть вот настолько, она реально в это воровство. И беру с собой трансляцию на видеонаблюдение. Вот, она транслирует. Еще и котик. Так, тихо, уходим. Шпионаж. Он пошел, он уже на столе. Он так быстро. Даже не успел. Вот это он ее в собачу-то, блин. Что с столом спрятался, бедолага. Вы съели уже две сосиски. Две сосиски уже сожрал, офигеть скорость поедания. Как он так быстро съел две сосиски? Оставайтесь на месте. У вас нет. У вас есть... Я такой себе задержатель. У вас есть право хранить молчание. Все действия будут использованы. Вот кто так делает, Джеки? Кто так делает? Ну, разве так можно воровать со стола? Это вроде бы... Это же Бигль, да? Если не ошибаюсь. Ну, порода называется. Вроде Бигль. Кто так делает? Ну, скажи мне, Джеки. Плохая собака. У них вроде бы тоже такие уши. Плохая. Понимаешь? Нельзя воровать со стола. Обосрался? Я думаю, ему по барабану... Я сомневаюсь, что он что-то поймет от одного раза. Поэтому предлагаю на этом не останавливаться. И у меня для него есть еще один сюрприз. Только в этот раз... Торт? Я решил сделать что-то пострашнее. Ага. И что это? Шарик? Он будет шарик что-ли лопать просто? Вы, наверное, скажете, что... Шарик это не так уж и страшно. Но... Вы не правы. Он будет не украхострелом что-ли? Кто шарит. Обнюхается своей такой муки. Потом шарики лопает. А, ну да, мокрик его собирается. Окей, это забавно. Подпишитесь, да. Это у нас получается... Неплохой байт на подписку. Самое время попросить зрителей подписаться на канал. Интересно. Угу. Угу. Ну это, кстати, прикольно байт на подписке. Вы можете еще на мой канал подписаться, если вам нравятся реакции. Если вы любите смотреть с кем-то видосик, мне будет проявлено. Давайте серьезнее, без вот этих вот детских шуток, вот этой все ерунды. У меня к вам есть сделка. Я уверен, что вам нравятся видеоролики про моих животных. И я хочу вам предложить. Давайте, когда на этом ролике наберется 1 миллион лайков, тогда я выпущу еще один ролик про моих животных. у меня есть просто невероятно крутая идея, которую вы вообще никогда нигде не смогли бы увидеть, потому что... Ну и к тому же, между прочим, вообще-то, 22-го числа апреля у меня день рождения. Это было очень здорово. Если бы вы набрали к этому дню... А какое сегодня число? Сегодня 22-е уже, да? Ой, сегодня 23-е с прошедшим, мамикс, простите. Завтра вечером... Простите. Нет, это невозможно. 6 миллионов, это невозможно. Но хоть сколько-нибудь вы набрали бы, я бы был этому очень сильно рад. Ну а пока предлагаю продолжать сегодняшний ролик и пранковать мою собаку. Окей. Как он лопать будет? И тут наступает момент самого коварного. Мы берем ниточку и пропускаем нитку через ручку шкафчика, как через некий блок. А второй конец нитки привязываем к куску мяса. А там где-то иголочка будет. Ну а на ручку шкафа мы приклеим иглу. Теперь, когда наша рыбка клюнет на живца, леска потянется, потянет за собой шарик и ловушка сработает. Неплохо. Вот это коварно. Рыбка придет сюда сама. Жестковато, блин. Еще с мукой, блин. Нормально у нее камеры. Sony, Sony, две Соньки. Что такие Соньки заряженные, блин, все? Он сделает это. Он сейчас так испугается. А, я думал, что это собака так сделала. Типа... А это Мамик, кстати, засмеялся. Реально, гляньте, будто бы собака, когда, знаете, убегают на них. Похожие звуки бывают. Вот, слушайте. А это Мамик засмеялся. Вот же. Окей. Это произошло очень быстро. На него даже мука не попала. Но все-таки нам самое главное не поиздеваться над моей собакой, а проучить его. И мы этого пока что постепенно добиваемся. Гальша, главное, что не бьет собаку. Он даже не стал... Конечно, потом она будет дерганная. Конечно, тоже не очень. Мне кажется, я надо с детства приучать не есть со стола. Скорее всего. Просто бросил и сбежал с места событий. Значит, он так нормально обделался. И наша тактика работает. Мясо, да? Хочешь опять мясо? Он настырный его. Я думаю, нужно зафиксировать этот результат этих двух испугов и напугать его еще один раз. По всей видимости, последняя ситуация Джеки действительно очень сильно напугала. Потому что даже спустя минут 30 он все равно сидел какой-то загруженный и грустный. Возможно, он на самом деле... Я хочу пожрать, а мне не дают. Точнее, я хочу своровать, а мне не дают. И больше он так делать не будет. Окей. О, пермиши. Нормально. Пермиши – это хорошо. В этот раз я предлагаю оставить еду на журнальном столике. Так как Джеки уже достаточно сильно напуган. И вряд ли он куда-то полезет. И тем более, он вряд ли будет делать в кухне, в которой его уже дважды напугали. Это же совершенно другая комната. Здесь мы его еще ни разу не пугали. К тому же, сейчас еда будет находиться на уровне его глаз и носа. Он даже пермиши хавает. Неплохо. Он не сможет прикинуть. Даже собака всеядная. И мы его обязательно напугаем. И зафиксируем отрицательную ассоциацию с едой, которую он берет со стола. Ну, а пугать мы его решили кастрюлей, в которой, собственно, и свалили пельмени. Она достаточно звонкая, и в случае падения на пол это будет очень громко. Тем более, учитывайте то, что падать она будет прямо с потолка. Кастрюли привязываем. Что-то на сапогу, блин, не упало. Шумненько, да. Я надеюсь, что лютер не упадет вместе с кастрюлей. Окей. Жестковато, жестковато, конечно. Как только я увижу на камере, что он притрагивается к еде, к моим пельмешам, я сразу же отрежу нитку. Окей. Как это будет быстро? Мне кажется, что этот раз уже не так быстро к еде подойдет. Боится уже. Видите, уже не так смело. Он шухерится. Он испуганный. Он думает, что сейчас может что-то произойти. И он просто тупо стоит. Он думает, хозяин с ума сошел какую-то фигню творить. Не хочу больше кушаться. Вы гляньте. Он где-то в пельмешей лег. Пока он решил просто лечь и полежать около пельменей. Охраняешь. Вдруг кто-нибудь там пробежит мимо, сворует. Я первый раз вижу такое, что он просто лежит и не трогает еду. Вообще первый раз. Обычно, как только уйдешь, все. Ни колбасы, ни пельмени, ничего. Ну это жестко. Я ее согласен. Типа, отвечать тут надо. Ну мне кажется, надо было расстрелить. Хотя бы не на один день все это. Представляете, стресс за один день собаки вот такая будет ходить. Он лежит уже минут пять. Это вообще на него не похоже. Возможно, соблазн недостаточно велик и пельмени не сильно пахнут. Поэтому предлагаю кое-что добавить. Оставим здесь колбасу еще. А сам поем еще чуть-чуть пельменей. Эх, я бы тоже пельмешно вернул. Это съедобная еда, ее можно есть. Это так вкусно, Джеки. Балдежно. Просто востокенно. Ну я, наверное, пойду. Оставлю тебя здесь одного. Сиди. А сами будем следить, когда соблазн его злубит. Хитайцы. И он все-таки начнет есть. Гляньте, вообще просто лежит. Мне кажется, они на счет уже есть. Все, мне кажется, то доигрались. Вот так вот. К сожалению или к счастью, Джеки есть не стал. Но я подозреваю, это связано с тем, что я нахожусь дома, и он понимает, что все-таки, все-таки, скорее всего, я его опять наругаю. А, я двинул свой височек с этим здесь нормально, ребят. я решил сделать вид, что я ушел из дома и опасности поблизости нет. Окей. Как только он притронется, я сразу же отпущу нитку. Она же прижата дверьми или нормально? Все равно отпустится. Что-то он уже такой огорченый, что не хочет уже ничего есть. Мы сидим в подъезде уже минут 15. Джеки даже не заходит в ту комнату, где лежат пельмени и колбаса. Я просто вижу на экранчике только кастрюлю, которая качается в этом углу и все. Увлекательно. Ну да, жесть, конечно. Все, походу. Походу, на этом уже отучил так быстро? Окей, на самом деле, у меня собаки нет. Мне кажется, лучше с детства ее как-то, знаете, хлопками отпугивать. Джеки воровать еду. Очень быстро. Он просто даже не заходит в комнату с едой. А он даже, да, чтобы соблазна не было. Он ушел от места соблазна. Вот и все. Пришел? Предлагаю проверить еще кое-что. Ну? Все эти разы Джеки воровал еду на кухне. Я решил и в этот раз оставить ее там. Возможно, это сработает. Возможно, возможно, Джеки отучился воровать всего лишь за один день при помощи двух испугов. Так, это или нет? Ну, это было, представьте, какое-то облегчение маме, что думает, наконец-то, господи. Я же, почему я раньше этого не сделал? А так и видео сделал. И просмотров собрал, и подписчиков получил, и собаку отучил. Вообще прекрасно. Он пока что ест еду из чашки. Но я думаю, он сейчас по шаблону пойдет обратно к колбасе и пельменям. И пошел. Видимо, на этом все закончилось. Неловко вышло. Спалил за преступлением. Джеки съел всю еду в его тарелке, в его тарелке, а мою еду он трогать. Он просто ходит. Ты мой послушный пёс, ура! Ты теперь не воруешь еду. О, это так мило. Я смог отучить свою собаку всего лишь за один день, хотя он меня... Блин, вот собаками, конечно, веселее играться, чем с кошками. Кошки такие ленились. Несколько лет тем, что он воровал мою колбасу. Все, молодец, теперь боишься есть со стола. Ну, вот такой вот получился видеоролик. Если вы хотите еще видеоролик с моими животными, а у меня идей очень-очень много, давайте соберем под этим роликом один миллион лайков, лайки, кстати, собаки такие есть. И я выпущу еще один ролик со своими животными. За сколько секунд Джеки съест у меня? Хорошее, хорошее видео. Всем удачи и всем пока! Блин, крутое видео на соски. Ладно, что они дырявые, уже хорошо. А, они, кстати, собаками были. Круто, очень интересно, очень необычно. Конечно, миллион лайков не собрался, собрался. 464 тысячи лайков. Это тоже много, блин, один миллион лайков, с ума сойти. Это должен каждый пятый подписчик поставить лайк, это сильно. Блин, видео интересное, видео очень крутое, я рад, что вы меня попросили посмотреть. Будем смотреть еще, если, опять же, вам какие-то видосы другие понравятся от Мамикса, пишите об этом и мы обязательно посмотрим. А так, ребят, до скорых встреч, всем удачки. А, подписывайтесь на Мамикса, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы, кстати, еще в ролик попасть. Ну и на колокольчик нажимайте, это тоже очень важно. Все, а вот теперь до скорых встреч, всем удачки, всем пока. Пау.